Начнем с того, что существуют стереотипы, которые сформировались в обществе, и они формировались несколько десятилетий. Стереотипы очень сложно разрушить. Мы живем в мире, который с точки зрения тех самых социальных стереотипов сформировался на рубеже 80-х-90-х. Например, была в Советском Союзе очень дефицитная и очень невозможная профессия юрист. Многие стремились стать юристами, потому что это было чрезвычайно сложно сделать. И до сих пор существует повышенный интерес к этой профессии, который, в общем-то, существенно превосходит необходимое в экономике страны количество юристов. Точно так же и с миграцией. Советский Союз – это страна, которая была делена железным занавесом, и только избранным людям, представителям партноменклатуры и их детям, и очень известным артистам, писателям удавалось пересечь границу и оказаться в странах народной демократии, так называемых. То есть, в странах Центральной и Восточной Европы, а в Западной Европе оказаться было пределом мечтаний. И вот, собственно, железный занавес рухнул, и открылась возможность уехать за границу. Кто-то уезжал на постоянное место жительства, кто-то уезжал временно. Но вот этот отложенный спрос, понимаете, вот здесь формировался отложенный спрос, который превратился в такую инерционную составляющую, и по-прежнему он давлеет над нашим обществом, по-прежнему вот эта картинка прекрасной жизни, которая там существует, это окно в Париж. Да, вот помните эту метафору. По-прежнему это окно в Париж для россиян является, многих россиян является пределом мечтаний. Хотя с этого времени все очень сильно изменилось, и Париж стал не тот, и Москва не та, и Россия в целом. И, естественно, сейчас уже, конечно, вот эти инерционные настроения, они не соответствуют реалиям, но тем не менее инерция уходит очень медленно. И должно пройти, наверное, еще поколение смениться, прежде чем мы начнем воспринимать Запад, вот этот желанный Запад, как нечто само собой разумеющееся. Ну и, безусловно, существует второй момент, его нисколько не стоит сбрасывать со счетов, не стоит замалчивать, это реальный факт, уровень жизни существенно выше в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах, безусловно. И разница в умной жизни, разница в достатке и качестве жизни, я бы так сказал, это тоже, собственно, достаточно серьезный мотив для многих людей, которые стремятся покинуть страну. Вот я остановился бы на этих двух пунктах. В то же самое время хочу подчеркнуть, что все-таки не стоит преувеличивать миграционные настроения в нашем обществе, они не настолько велики, даже среди молодежи, наиболее мобильные страты общества. И действительно они существуют, но поскольку в настоящий момент уровень жизни, качество жизни уже существенно приблизилось к западным стандартам, особенно в крупных мегаполисах, поскольку не существует железного занавеса и любой человек может абсолютно свободно перемещаться, уезжать и возвращаться, то вот такого ажиотажа и такой мечты о загранице, конечно, уже не существует. Более того, многие люди возвращаются в Россию, прожив какое-то время за рубежом, проучившись за рубежом, начав уже свою профессиональную деятельность, тем не менее считают необходимым вернуться в нашу страну.